хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя вовенку юрий александрович какой год до рождения у вас 78 откуда с вами родом белгород белгорода российская семья дети до жена и сын сына сколько 2020 контрактник когда подписали контракте 31 августа что обещали платить 120 30000 но этот если они как говорили если вдруг будут какие-то боевые действия то с вашего согласия там будет другое выше около 200 да там я не что я уже не давался там не чуть другой обещали по ушам проехали что типа с долгами проблемы решаться на меня и на личном фронте были проблемы по финансовым вопросам работы не было начали в семье проблемы чтоб уйти от этих проблем решил уговорили что же на нас на счетчик поставил что ли нет 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 кредит начал задолжен по кредиту там по карплате пока в плате было да да началось работа в принципе и денежные но в то же время я по строительству работал и денежные в то же время получше у нас очень сильного россии подскочили цены из-за этого зарплаты не поднимаются у меня от тысячи до трех где-то в день зарплата раньше хватало сейчас сколько с одним зарабатывали до этого от 1000 до трех тысяч в день в день а так 90 100 тысяч было да где-то 70 нет это редко потому что выходные дожди и непогода я в основном на улице работал вы разнорабочие да типа на строительстве нет я укладчик тротуарной плитки вообще а на компанию работали ну начать участник на частный предприниматель чипачник ну у меня не было чипа это сам на себя работал на шабаш или типа по объявлениям все а так дело по строительству что есть подороже нам делаем а должность какая я сам на себя работал сам на себя ранее должность когда контракт подписала стрелок пехота да когда взяли плен 22 до 22 сентября 22 сентября это последний обстрел был когда в окружении попал в плен взяли 18 октября где харьковского у вас нет донецкая область а где 40 километров от карповки они сказали а заходили через какую область ну через белгородск у нас белгородск это россия в украине где белгородской области на завозили в донецком я вот не знаю нас ночью вывезли вечером темнело стали а задачи какие ставили 2 линии обороны но там никакой второй линии обороны не было мы были первые и без окопов стреляли мы по танкам с автомата нет бессмысленно нас сразу разбомби и я попал в окружении с 22 сентября по 18 октября я был в окружении а что кушали пили желуди воду начиная от луж заканчивая дождевой водой на рыбхозе наш рыбу ловил комбикорм находил все что можно все что съедобно то и кушал сами были дадим они на в начале был первую неделю с раненым поле ждали прихода хотя бы за трехсотами зараненными надежда было что российские войска как-то попытаются раненых там говорится забрать убитых пытаются забрать мы чу не было когда уже у раненого началась андре на началась совсем плохо он сказал иди ищи хотя бы кого-то кого можно привести на помощь ему он сказал максим те пару часов на то чтобы нашел кого-то я никого за это время не нашел умер но своей смертью думаю у него была нога перебита началась бред горячка уже я правильно понимаю что главным стимулом то что выпустили воевать это были деньги да то нет не только там и финансы не только финансы как говорится все в куче сына должны были в сентябре но не в сентябре по осени забрать тоже там тоже его пугали что надо будет идти я хотел показать что не надо сюда ходить пошел все пришел сказал сын не надо дойти чтоб он понял подписывал сон хотел подписать да нету не хотел но вы говорите разучи да но но финансово да вы говорите там вас кредует и к в основном да вот вас какое образование средне техническая специальность ветеринарный фельдшер ветеринарный фельдшер работали за специальность работа вот я все так вижу ну то есть вы как бы размышляете рассказывали вот типа нет по человек да потому что много я надеюсь ну я тоже надеюсь да вы же понимаете что ну идти воевать на войну за деньги потому что там финансовые проблемы это конечно полный но 2 вы говорите что например подскочили цены когда подскочили они начали еще подскакивать лет так как начался конфликт будем так говорить донбасс луганск четырнадцатый год да вы же понимаете в чем следствие этого всего санкции да вот это солнце может и не санкции не знаю россии цены подскочили по остальным странам я не знаю но сейчас сейчас тоже стоит типа в остальных странах тоже подскочили на например как бы главная проблема вот для вас конфликт когда начался 2014 году для вас россия поддержала это все донецк-луганск для меня допустим мое мнение даже вода ваше мнение чем-то не поддерживает сильно активно поддержала они поддерживали мне кажется только какой-то техникой вооружением вполне возможно но людьми я не уверен что на добровольцы и так далее это все было я слышать слышал да но замыто по телевизору не видимо факта много есть вот крым забрали на вот крым да вот россия забрала крым ну по моим данным то что я точно по телевизору видел сам видел лично там был референдум а правда это не правда это уже как преподадут посмотрите вот я так понимаю вот в россии трудно жить до экономически да трудно так будем говорить коррупция есть есть коррупция не потизм кумовство и так далее есть это все присутся кумовство их не так сказал больше коррупции коррупция да то есть как бы но со своими проблемами как бы россия не хочет разобраться население вот вы например как представители вода идут в другую страну воевать чтобы разрешить финансовые проблемы почему так что россияне не хотят свои внутренние проблемы как-то разрешат не правительство не непростой населения конечно логический вопрос от меня логический вопрос сложно на это ответить с точки зрения простого обывателя это как мне нет такого образования чтобы это выразить словами это для этого нужно хотя бы наверху навести порядок какой-то у нас там порядка я так понял что нету хорошо в на выборы ходите нет один раз ходил когда когда выборы были президента у нас когда путина выбирали ходили на выборы посмеялся конечно и развернулся я с другом был он первым зашел вышел рассказал мне что в бюллетене было написано мы посмеялись и я не стал голосовать симпатию кому-то проявляете например с политикой абсолютно сейчас на данный момент точно не на тот момент проявлял симпатию так к Владимиру Владимировичу на данный момент у меня полная антипатия ко всем политикам но путина поддерживаете политикой или нет нет ну смотрите на давайте поговорим тогда ваня да вот это для вас война лесов для меня это скорее всего и вот одна страна заходит другую вы как российский гражданин вы понимаете что делает россия на территории украины в том числе и вот сохраняюсь ответить потому что это что мы здесь делаем с одной стороны мы пришли каких-то какие-то силы порабощать уничтожать что-то поддерживать что-то но что из них поддерживать что уничтожать что порабощать до конца и неясны до конца эти все нюансы они не определены точки какая будет вот границы что у нас правильно на украине что неправильно что нужно от чего там украину освобождать как нас убеждают по всем по программам по пропаганде от чего освобождать нужно к чему стремиться на украине на данном в данном случае на украине этого нету границ как таковых они меняются сара не постоянно какие-то плавающие фиг вы знает такое ощущение что там люди сидят просто сегодня мы вот скажем так завтра мне мы плохо сказали скажем наверно по-другому чтоб люди что-то верили а во что верить уже сам не знаешь во что тут верить во что не верить и тут выбора у человека не остается особенно я допустим у жены есть выходные она сутками работает сутки отработала двое дома она телевизор часто смотрит новости конечно не очень часто но все равно посматривает бывает утром с ней новости тоже смотрит там по новостям показывают совсем другое то что на самом деле происходит это что например ну допустим здесь по нашим новостям на территории украины здесь зверствуют какие-то последователи чуть ли не гестапо гитлера нацики нацики там всех русскоязычных уничтожают на русском языке запрещают аварий школы закрывают русскоязычные классы закрывают учебники все изымают суда как плен попал сотрудники сбу сотрудники всу на русском языке разговаривать также свободно как на своем но я разговариваю я типа бандеровец да это не имеет значения для меня бандеровец я уже понял в чем суть бандеровца это не просто там бандеровец в понятии россиян это тот который у нас как нам преподнесли что бандеровцы это те кто они не за свободу украины они как анархисты были типа того они вырасти то они не поддерживают никакую власть без власти должно быть анархия нам так преподносили на самом-то деле оказывается бандеровец это значит водолюбивый человек типа казака который просто отстаивать свою независимость ну то есть бандера он боролся за независимый за этой страны правда у нас чуть другой это понятим но это нормально правда что за не зависть конечно это нормально это любой человек за eso независимость будет бороться защищать свою независимость но надо приподносит о все чуть другом ракурсе и там чуть-чуть его каждый раз по чуть-чуть переворачивают и получается что в конце концов он переворачивается но миналуйся ты не видишь не ощущаешь вот это перехода тебе кажется так только только так и говорили она самом-то деле уже перевернули это все а вы никогда себе вопроса не задавали например вы говорите там эти по телеку что показывает что большинство как бы новостей они связаны с украиной ну честно говорю мне что чтобы там лупаш или что там в россии мне это не интересно ну то есть это другая страна ну грубо говоря ну нравится там россиянам жить в говне ну пусть живут у нас тоже нормально живут только ну большинство большинства когда проблема иногда там смотрю вы даже некоторые россияне это говорили например белгород это большой город как большая деревня пусть будет большая деревня данного от харькова это первый большой городу россия да поэтому я там был да ну все-таки там аэропорт и так далее 5 10 но то есть это как бы небольшая деревня грубо говоря ну вот сколько населения кстати было 600 сейчас с ижесом расширился поэтому под миллион уже но это большой город это очень большой города до зами до за мерками там украина это большой город и так далее ну вот вы не можете себе нормальную работу на тебя по соотношению с ценами да да ну и динут как разводу лучше идти в украину там а вдруг принесет а если бы например вот это ну вы понимаете что это удача что мы разговаривать для вас это большая удача то что мы разговариваем это большая удача все могло бы закончиться пакетом черным в основном так и закончилось для всех тех кто со мной был но на заработка решили приехать сюда но это так ну нет имеется ввиду с моей с моим взводом даже с несколькими взвода которые со мной были так и закончилось я мне кажется один оттуда вот например да вот украина имеет право лупашек по вот мы там смеемся по баннер белгородской народной республики имеют же право правда если тис чисто как в моральном плане мое мнение да потому что украина то тоже бомбили но в этическом плане это уже зависит морально-этический связь она не раздельна когда говорят морально-этическая да вот русские хотят для того чтобы украинцы бы это же нормально когда украинцы отвечать правда вообще когда отвечают конечно нет такого что как но он за в новом завете ударили по одной щеке подставь другую щеку это неправильно надо как-то отвечать ну потому что россияне они такая нация если там поставишь руку то не откусать по локоть насчет этого не задумал вот вы живете при границе да вот я думаю что как бы в новостях показывали я знаю что например часто там харьковская жители украины там ездили в белгород или белгороди делу в харьков про внешнем это часто да и вот здесь приходят россияне и стараются взять харьков бомбят рушат его и так далее вы же смотрели это все по новостям вот какие у вас ощущения были понимаете о чем я говорю я понял ну для меня это во первых дикость была причем тут харьков остальная украина если там весь конфликт а завязался на луганске донецке и какой там конфликт из-за чего только из-за того что запрещали там по нашим новостям я что же из средства массовой информации берете данные запрещали только говорить на русском писать на русском запрещалась там литература на русском языке из-за чего такое началось а то что оккупация какая-то для меня это непонятно из-за чего это началось все то что там начались обстрелы одной стороны другой стороны вот это я не понимаю конечно что сказать украинцам да и украинцам и россиянам не верьте то что говорят по телевизору по интернету верьте тому смотрите те каналы которые и освещают и одну сторону и вторую сторону событий потому что если смотреть только с одного ракурса вы ничего не увидите а лучше вообще сразу позвоните может кто-то знакомые живут у вас на украине россиянам или наоборот украинцы россиянам позвоните которые живут в россии и обменяйтесь новостями дух у друга чтоб вы знали в целом какие есть вообще как относится к людям наше правительство и как друг другу мы относимся за чьи из-за чего это все началось вот это вот только могу сказать потому что верить то что передают по телевизору допустим по украинским новостям показывают там унитазы воруют да это правда с этого я вам повел я вам поддержу я это подтверждаю я просто не пойму кому нужны да я вам серьезно я напомню серьезно говорю то есть это да да знаете через какую страну они присылали они выезжали беларусь и потом слали эти все унитазы короче и телевизоры вот это все награбленное в россию ладно я понимаю там мародерство телевизора там такую бытовую технику ну телевизором и компьютеры но унитазы потом не когда меня опрашивал помощник прокурора или прокурор в этом херсоне что ли да там а вы же там оказались да нет нет есть здесь когда прошли в киеве просто меня прошел персон это далеко вы даже не знаете где это ну это пример это юг украина донецк юг помощник прокурора не прошел и она дала такую информацию что сперли енота вообще бред да сперли енот это мем даже да как то так зачем это ваши соотечественники также мне сказали что хомячков на дереве повесили россияне это что за бред и как отлавливать надо хомячков этих вешать для меня это просто не укладывается в голове потому что это правда может неправда я не могу просто не будете верить в то что да вот иногда там россияне они дают комментарии типа мне что и выводные ну то есть вы фейковый человек я где-то вас нашел да там подшаманил какой-то украинец он разговаривает типа вот там бред вот россияне не говорят что верят иногда тоже я же за этого говорю чтоб разные стороны смотрели новостей там рекламы рекламы то есть новостей интервью и с русской стороны с украинской стороны что все это слаживали и головоломка сложилось хотя бы хотя бы там подбрасывали лишние потому что много сырости особенно с российской стороны там так много сырости накидок вина чувствуете свою перед украин я только чувствую вину за то что перешел границу перевезли через границу с оружием а так я боевые действия здесь много-то говорят я сделал около через десяти интервью все говорят никто не воевал просто так ну понимаем это же бред всего кобел кобылы на ну то есть все как бы ну я вот иногда так что можно вынимется и бы заплачь нет не в этом дело я просто варюш два раза нас бросали на вторую линию обороны первый раз двадцатого где-то число ну когда обстрел попали сразу отступили второй раз 22 нас на разбомбили и вот 22 я в окружении был до 18 октября не просто негде было нет еще вину чувствую я рыбу ловил есть хотелось вот это на украинской территории это и то что пользовался там на рабхозе проводила пользовался крышей там там нашел мед пользовался этим а так в принципе я с украинцами мы работали вместе я сюда ездил харьков на рынок и украинцы к нам приезжали белгородскую область тоже на работы работали нормально было у нас бригада рядом с нами работал так что нормальные люди такие же общительные такие же люди как славяне за что ненависть какую-то разжигать даже непонятно за что правительство так разжигает эту ненависть друг другу